Добрый день. Разрешите представить вам доклад на тему применения слот рентгенографии при патологии скелета. Слот рентгенографии или щелевая рентгенография – это панорамная рентгенография, при которой за один проход рентгеновской трубки над пациентом выполняется планарная рентгенография узким направленным пучком с дальнейшей компьютерной обработкой полученных изображений на рабочей станции. По сравнению с традиционной рентгенографией щелевая коллимация устраняет искажения, которые вызывают рентгеновские лучи, что повышает достоверность измерений. Коллиматор, направляя по прямой линии, – это устройство для получения параллельных пучков лучей света. Это представляет собой длинные отверстия разной формы поперечного сечения, проделанные в поглощающем материале. И на одном из концов коллиматора находятся источники излучения. При проведении исследования рентгеновская трубка и плоскопанельный детектор движутся в параллельных плоскостях друг относительно друга с постоянной скоростью вдоль оси тела или исследуемого объекта. И таким образом достигается минимальное искажение полученного изображения и возможность получения обработанных изображений без визуальных дефектов. В зависимости от области интереса и поставленных задач, слот рентгенография может проводиться как в прямой, боковой проекции, так и в вертикальном, горизонтальном положении без потери качества изображения. Принцип инновационных методик захвата и обработки изображений в сочетании с плоскопанельным детектором широкоформатным позволяет получать изображение большой протяженности, включающих несколько анатомических областей. И поэтому на одном снимке мы можем визуализировать протяженный объект целиком, натуральную величину без искажений, например, позвоночный столб или верхняя и нижняя конечности. Применяется для измерения в ортопедии и при протезировании. В нашем центре используется аппарат Sony Vision G4 с такой функцией, обладает плоскопанельным детектором с размером пикселя 139 мкм, что позволяет получить панорамные снимки высокого качества и большой охват исследуемой области. Конструкция аппарата обеспечивает проведение исследования без перемещения непосредственно тела пациента, самого пациента. Дека стола движется вместе с пациентом вверх-вниз, вправо-влево, как и надо будет. Охват головоноги составляет 202 см. Получается панорамное изображение с истинными размерами, в отличие от метода шивки. Как же непосредственно выполняется само исследование? Перед началом исследования на рабочей станции рентген-лаборант устанавливает информацию о пациенте, выбирается методика области исследования. Затем пациент укладывается на стол и уже под контролем рентгеноскопии при помощи перемещения блока рентгеновской трубки на пульте телеуправления необходимо выбрать первоначальную точку, которая является начальной границей исследуемой области. После регистрации этой первой точки рентгеновская трубка перемещается вдоль оси исследуемой области до второй точки, которая также регистрируется на пульте телеуправления. По завершении фиксации этих двух точек автоматически возвращается рентгеновская трубка к первой точке, после чего лаборант удерживает кнопку рентгенографии и происходит непосредственно само сканирование исследуемой области. При этом получение снимков сопровождается звуковым сигналом. Когда рентгеновская трубка и детектор достигнут уже второй точки, исследование завершится и после этого будет создан уже удлиненный снимок, который выводится на контрольный монитор. Как уже упоминалось, исследование может проводиться и в боковой проекции, при этом также мы отмечаем первоначальную точку регистрации, регистрируем. Потом, как показано на видео, идет сканирование до второй точки, при этом можно скорректировать положение как первой, так и второй точки, что показано на данном видео. Регистрируется, проводится сканирование и выводится заключительный снимок на монитор. Преимуществами слот рентгенографии являются устранение искажений, повышается достоверность измерений, уменьшается рассеянное излучение, улучшается контрастность изображения. Для пациента это удобно, это безопасно и временные затраты минимальные. Для чего же можно использовать слот рентгенографию? Для регистрации панорамного изображения позвоночника. Если при классическом снимке, рентгенологическом, мы можем визуализировать одну анатомическую область, то при слот рентгенографии мы визуализируем целиком позвоночник, позвоночный столб, шейно-грудной, поясничный, крестовый отдел за один проход трубки, и все это на одном снимке. Получение рентгенограмм костей верхних и нижних конечностей на большом протяжении, нижние конечности от костей таза до голеностопа и стопа, и верхняя конечность. Для изготовления индивидуальных протезов. При классической рентгенограмме, также до появления у нас слот методики, также мы выполняли перед индивидуальным протезированием измерения с линейкой. Но поскольку исследуемая область не помещается в один рентгеновский снимок, приходилось делать два снимка, и потом уже совмещать и измерять необходимые параметры. При слот рентгенографии возможно выполнение исследования с линейкой тоже, но при этом будет целиком вся конечность, целиком зона интереса без метода шивки изображения. Для оценки эффективности проведенного лечения и возможности обследования пациентов с металлическими плантами без возникновения артефактов. Здесь пациент с остогенной саркомой правой бедренной кости. Выполняется слот рентгенограмма с линейкой до протезирования. И затем уже контроль в послеоперационном периоде состояния эндопротеза. Мы видим коленный эндопротез, максимальный конец которого в межвертийной области правой бедренной кости, дистальный конец в верхней трети правой большеберцовой кости. Соотношение с однименными костями не нарушено. Процесс цельный. Еще один пример. Также мы выполняли слот рентгенографию с линейкой в прямой боковой проекции для эндопротезирования. Контроль после эндопротезирования. И затем пациенты приходят к нам для контрольного исследования уже с течением времени для контроля состояния эндопротеза. На данном слайде представлен такой пациент с коленным эндопротезом. Но параллельно с оценкой состояния эндопротеза мы визуализируем в коленной области задней поверхности уплотнение мягких тканей с нечеткими контурами рецидив. Здесь пациент поступил уже к нам в институт с металлоконструкцией. Закрытый косой оскольчатый перелом дистальной трети левой бедренной кости с смещением фрагментов и с металлоостой синтезом фибросаркома. Пациенту выполняется слот исследования с линейкой для эндопротезирования и контроль в послеоперационном периоде в состоянии после установки коленной атродезной системы. Также слот рентгенография. Пациент до исследования с линейкой и на одном из контрольных исследований состояние эндопротеза неудовлетворительное. Отмечается расхождение большеберцового и бедренного компонентов эндопротеза с расхождением отломков в месте их фиксации. Пациенту затем выполнено реэндопротезирование. Еще один пациент тоже после оперативного лечения. Здесь пациент, находясь дома, почувствовал нестабильность, нет опоры на конечность. При выполнении слот рентгенографии мы видим полное расхождение компонентов эндопротеза со смещением по ширине и по длине. И также выполнено эндопротезирование, реэндопротезирование эндопротезной системой. Пациент с хондросаркомой, дистальной третьей левой бедренной кости, состояние после эндопротезирования. И в раннем послеоперационном периоде, находясь еще в палате, пациент делает какое-то неловкое движение и не может опереться на ногу. При выполнении рентгенографии мы видим расхождение компонентов эндопротеза с смещением под вывихом голени латерально. Также выполнено реэндопротезирование. Здесь пациент с гигантоклеточной опухолью правобедренной кости. Отмечается состояние при контрольном очередном исследовании состояние после оперативного вмешательства. Но при этом мы отмечаем истончение кортикального слоя по передней латеральной поверхности в проекции максимального конца бедренного компонента эндопротеза с угрозой патологического перелома в этой области. Поэтому выполняется исследование с линейкой. Делается реэндопротезирование, на котором мы видим удлинение бедренного компонента эндопротеза. Еще хочется про этого пациента отметить, что пациент после данной операции выписан домой. И уже дома он упал. И в местной больнице в районной выполнены снимки, на которых отмечался перепротезный перелом. К сожалению, данных снимков у нас не представлено. Но есть снимки, когда ему уже выполнена тотальная реэндопротезирование бедренной кости. И мы видим, что уже до самого верха и головка бедренной кости в проекции вертлужной впадины. Пациент 8 лет с остогенной саркомой правой плечевой кости с патологическим переломом. У пациента выполнена резекция двух третей правой плечевой кости с установкой спейсера в виде штифта и четырех спиц. Аппроксимальный конец проекции плечевого сустава и дистальный конец проекции методиафиза правой плечевой кости. Такому пациенту, поскольку идет еще активный рост и не завершилось развитие опорно-двигательной системы, конечно, необходима установка протеза растущего, которого возможно корректировать. Поэтому следующим этапом оперативного вмешательства была установка индивидуального растущего протеза, удаление спейсера и установление протеза. Это головка плечевого протеза в проекции плечевого сустава и дистальный конец протеза в проекции локтевого сустава. Для того, чтобы в процессе роста правая и левая конечности не отставали в росте, выполняется слот рентгенографии обеих конечностей, для того, чтобы можно было по здоровой конечности скорректировать объем удлинения индивидуального протеза. И таким образом возможно сохранить и анатомические строения, и, возможно, даже функциональность пораженной конечности. Спасибо за внимание. Продолжение следует...